Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Добрый день! Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андреем Некрасовым. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сфотка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Соединенные Штаты Америки предлагают награду за информацию о главаре Ик-Харасан и интеракте в аэропорту Кабула. Шольц встретился с Баденом, чтобы продемонстрировать единство Германии с Соединенными Штатами по вопросу Украины. А между тем, Германия готова ввести беспрецедентные санкции против России. Макрон после разговора с Путиным заявил, что эскалации по Украине не будет. Также Зеленский и Макроны в Киеве обсудили Минские соглашения. Бориса Джонсон заявила, что Лондон готов ввести санкции в случае нападения России на Украину. Синэн сообщила, что в правительстве России, весьма обеспокоенная затратами и сложностями, сопряженными со вторжением в Украину, командир сепаратистов в Донецке призвала Россию направить войска срочно. Украина планирует провести военное учение с беспилотниками и противотанковыми ракетами. Эксперты в Соединенных Штатах Америки рассуждают о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпиня. Законопроект о противоволезии вредоносному влиянию Китая и России в Латинской Америке внесен в Сенат. В Соединенных Штатах Америки два лукостера объявили о слиянии, и полеты по Америке теперь будут очень и очень дешевые. По крайней мере, они так считают. Цукерберг пригрозил полной остановкой работы Facebook и Instagram в Европе. Один человек погиб в результате стрельбы в продуктовом магазине в штате Вашингтон. А в Грэшеме двое молодчиков попытались ограбить банк в районе East Powell и Southeast Roberts. Причем они пригрозили, что у них с собой бомба. Также в Грэшеме в штате Орегон на 182-й и Павел приходили сообщения о вооруженной ножом женщине, которая орала на всех и угрожала убить. Орегона отменит требования о ношении масок в общественных местах не позднее 31 марта. Об этом объявили представители здравоохранения штата. Но есть, конечно, условия, которые, возможно, штат просто не сможет выполнить. Уолл-стрит надеется на рост в техно-секторе. А американские спортсмены надеются на медали. Кстати, первые уже получили. Так вот, основы новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакции медицентра. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. О погоде. Чуть-чуть потеплее стало Филадельфия. И, скорее всего, на этой неделе Филадельфия будет догонять Портленд-метро Эри. Но не догонит. Столбики остановятся примерно где-то на 55 градусах по Фаренгету днем. А по ночам будут по-прежнему заморозки. И будет реально 29-30 градусов по Фаренгету. В Портленд-метро Эри по ночам примерно столько же, сколько прямо сейчас в Филадельфии. Где-то обычно в районе 41 градусов по Фаренгету. А на этой неделе воздух будет прогреваться под 60 и даже более при солнечной погоде. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работа службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHIILV на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известных видеоподкастов на Spotify и через CarPlay. В каждом автомобиле и траке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Соединенные Штаты Америки предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет установить личность или местонахождение лидера Ик-Харасан Санулы Гафари, а также за любую информацию, которая приводит к аресту других лиц, соответственных вместе с Гафари за теракт в аэропорту Кабула в августе прошлого года во время эвакуации. Так называемое «Исламское государство Харасан» является ответвлением террористической организации «Исламское государство», которая запрещена практически во всех странах мира. Ик впервые получила известность, напомню, в 2014 году. И Ик выступала как против Талибана, так и против прозападного правительства Афганистана, которое утратило власть в августе минувшего года. Гафари стал главарем Ик-Харасан в июне 2020 года и, по данным Госдепартамента Соединенных Штф Америки, нес ответственность за утверждение всех боевых операций на территории Афганистана, и в круг его обязанностей также входило обеспечение финансирования для проведения этих операций. В ноябре Госдепартамент Соединенных Штф Америки назвал Гафари международным террористом особого значения. Конец цитаты. В минувшую пятницу командованием Соединенных Штф Америки сообщило, что жертвами теракта, совершенного боевиком Ик в аэропорту Кабула в августе прошлого года, стали 13 военнослужащих Соединенных Штф Америки и не менее 170 афганцев. Напомню, что взрыв прогремел 26 августа во время организованной американскими военными спешной эвакуации из Афганистана. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Впервые с момента своего вступления в должность канцлера Германии Олаф Шольц отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Джо Байдена в Белом доме. И, как сообщает дочь Чавела, Шольц назвал Соединенные Штаты Америки и Германию ближайшими союзниками. В ходе встречи Шольц заверил Байдена, что его страна поддерживает Соединенные Штаты Америки и остальных партнеров по НАТО в противостоянии любой российской агрессии против Украины. Переговоры между канцлером Германии и президентом Соединенных Америки касались напряженной ситуации на границе Украины с Россией, где дислоцировано около 100 тысяч российских военнослужащих. Я цитировал. Мы самые близкие союзниками и мы активно работаем вместе. Это необходимо для того, чтобы осуществить шаги, направленные на борьбу с российской агрессией против Украины. Конец ЦТД, сказал Шольц во время своего инаугурационного визита в Белый дом в качестве канцлера Германии. Дело в том, что в декабре он занял эту должность, став преемником Ангела Меркель. Джо Байден, в свою очередь, выразил одобрение тесным связям между Вашингтоном и Берлином, добавив, что обе страны работают асинхронно с целью дальнейшего сдерживания российской агрессии. Шольц уже посещала Белый дом в качестве министра финансов и заместителя канцлера при Ангеле Меркель, но в последнее время его критиковали за откладывание моего первого визита в Соединенных Америки уже в качестве канцлера. Шольц вступил в должность 60 дней тому назад. В отличие от него и Меркель, и ее предшественник Герхард Шрёдер не затягивали настолько свой первый заокеанский визит. На данный момент, однако, в отношениях между Берлином и Вашингтоном существует ряд сложностей, отмечает Дочья Вели. И, несмотря на то, что Соединенные Америки и Германия являлись верными союзниками с окончания Второй мировой войны, в последнее время однозначность отношения Германии к предотвращению российской агрессии подвергается сомнению. Ключевым моментом разлада между Вашингтоном и Берлином стало строительство газопровода «Северный поток-2», которое должен поставлять российский природный газ напрямую в Германию, которое в нем нуждается. Ранее Велодом выступил против трубопровода, который идет в обход Украины, таким образом решая ее важного источника дохода от транзита горючего и грозил ввести санкции. Впоследствии Вашингтон пересмотрел свою категорическую позицию в пользу улучшения отношений с Берлином. Однако недавно Соединенные Штаты Америки заявили, что трубопровода не будет впущен в эксплуатацию, если Россия осуществит вторжение в Украину. Я думаю, что Германия в конечном счете все-таки поддержит экономические санкции, а также санкции в отношении «Северного потока-2». Конец цитаты заявил Deutsche Welle в понедельник 7 февраля эксперт по России и Восточной Европе при немецком совете по международным отношениям Штефан Майстер. По тем временам встречи министра странных дел Германии Аннелены Бербак с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая была запланирована на понедельник 7 февраля, не состоялась, несмотря на предварительное объявление. И об этом Бербак заявила во время пресс-конференции. И, как сообщают источники агентства РТС, вместо этого Бербак встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. И, по ее словам, причина этого нестабильная ситуация в Украине, которая привела к некоторым сложностям в планировании переговоров, это вторая визита Бербака в Киев после ее вступления в должность во время пресс-конференции. Она заявила, что мяч теперь прочно находится на стороне Москвы. Конец цитаты, ответив, что «В любые времена всегда есть смысл в дипломатии и готовности к серьезному диалогу с Россией». Конец цитаты. Но она при этом предупредила, что Германия готова заплатить высокую экономическую цену, если это будет необходимо для защиты территориальной целостности Украины. Мы абсолютно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. И своим визитом я еще раз хочу подчеркнуть нашу солидарность, четко заявив, что мы сделаем все, чтобы не допустить до дальнейшей эскалации. На этот случай мы совместно подготовили ряд очень жестких мер против России. Это будут беспрецедентные санкции, подготовленные, согласованные и утвержденные всеми партнерами. Конец цитаты заявила она. Президент Франции Эммануэль Макрон заявила, что ему удалось убедить главу российского государства Владимира Путина не идти на эскалацию кризиса вокруг Украины. Макрон заявил об этом во вторник по прилету в Киев, где состоялись переговоры с президентом Владимиром Зеленским. В днем ранней зимы февраля Макрон встречался в Москве с Путиным. И французский лидер говорит, что этот разговор достиг цели и помог предотвратить дальнейшее ухудшение кризиса с безопасностью. Я добился того, что не будет ни ухудшения, ни эскалации. Конец. Цитаты торжественно отчитал сам Макрон в беседе с журналистами в Киеве. Он также добавил, что ни секунды не допускал того, что Путин пойдет на шаги, способствующие обострению. В Киеве во вторник к тем временем прошли переговоры президентов Украины и Франции. Макрон и Владимир Зеленский встретились в Киеве буквально на следующий день после длительных переговоров французского президента с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку суверенитета Украины и реформ. В этой стране президент Франции заявил, что Париж поддерживает стремление Украины к свободе и демократии, а также суверенитет и терминальную целостность Украины. Послал Макрон Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. Он сказал, что Зеленский ведет себя хладнокровно перед лицом угрозы российского вторжения. Макрон также признал, что есть разные подходы к трактовке минских соглашений. Но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение. И послал Макрона 10 февраля в Берлире вновь должны встретиться политические советники страны Армандской четверки. Это будет уже вторая треча за две недели. Зеленский выразил надежду, что вскоре пройдет и саммит стран Нармандской четверки России, Украины, Германии и Франции. И в ответ на просьбу журналиста прокомментировать обращенные к Украине слова Владимира Путина. Нравится? Не нравится? Терпи, моя красавица. Конец цитаты. Зеленский сказал, что Украина действительно красавица. Но Путину не стоило бы называть ее своей. Это уже явный перебор. Конец цитаты. И он также сказал, что Украина очень терпелева, несмотря на эскалацию конфликта со стороны России. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А вот более категоричен Борис Джонсон. Примерный министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции и другие меры будут введены против России в случае ее нападения на Украину. И его правительство обратится к парламенту с просьбой вести санкции против российских физических лиц и компаний. В статье для издания The Times Джонсон сказал, что Великобритания рассматривает возможность развертывания истребителей «Тайфун» королевских ВВС и военных кораблей Королевского флота для защиты Юго-Восточной Европы. Джонсон также сообщил, что министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Листрас вскоре прибудут в Москву. Его комментарии прозвучали после того, как официальные лица в Соединенных Штатах Америки заявили, что нападение России на Украину может произойти буквально в ближайшие дни. Британские санкции и другие меры будут готовы к введению в случае любого нового нападения со стороны России. Правительство обратиться к парламенту с просьбой расставить новые полномочия для введения санкций в отношении более широкого круга российских физических и юридических лиц, включая любую компанию, связанную с российским государством или работающую в секторе, имеющим стратегическое значение для Кремля. И я приветствую зрение Германии о том, что «Северный поток-2» будет пересмотрен в случае вторжения. Конец цитаты заявил Джонсон. Он также добавил, что Великобритания также готовится усилить боевую группу НАТО под руководством Великобритании в Эстонии. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А тем временем перехваченные сообщения, полученные Соединенными Штатами Америки, показывают, что некоторые представители российского правительства весьма обеспокоены тем, что крупномасштабное вторжение в Украину будет более затратным и сложным, чем представляют президент России Владимир Путин и другие руководители Кремля. Об этом сообщила телекомпания CNN. Сылаясь на неназванные четыре источника, то есть на неназванных четырех человек, знакомых с этими разведданными, телекомпания CNN отметила, что трое из них сообщили, что среди этих представителей российских властей есть сотрудники разведки и военные. Эти сотрудники выражили недовольство тем, что западные страны вскрывают и публично разоблачают их планы. Об этом сообщили два источника CNN, ссылаясь на перехваченные сообщения. При том, что телекомпания указала, что нет никаких свидетельств, что указанные сотрудники выступают против общего плана или готовы выступать против приказов президента России Владимира Путина. Другой источник, знакомый с данными американской разведки, отметила, что в России есть профессиональные военные, от которых можно ожидать эффективного выполнения приказов Путина. Тем не менее, в российском военном ведомстве считают, что это будет непросто. Так назывался капостальный европейский чиновник, согласно CNN. Из тех оценок, которые мы видим, очевидно, что некоторые люди из российского оборонного ведомства на самом деле не понимают, в чем состоит план игры. Конец цитаты. Так и приводится на слова чиновника. Чиновник также добавил, что эти оценки наводят на мысль, что в оборонном ведомстве есть мнение, что такой план игры будет сложно осуществить. Конец цитаты. Вредительный командир сепаратистов на востоке Украины призвал Россию направить срочно 30 тысяч военок для подкрепления сепаратистов в Донецком регионе и управления новыми системами вооружения, которые, как он надеется, поставят Москва. Кремль пока не прокомментировал просьбу Александра Ходоковского, бывшего политического лидера в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, которая в настоящее время руководит военным подразделением. Ходоковский сказал, что, по его мнению, сепаратисты потерпят поражение, если столкнуться с крупным наступлением украинских правительственных войск и призвало Россию срочно направить им систему залпового огня «Град» и «Ураган». Нам нужно, по крайней мере, 40 тысяч человек, но 40 тысяч с автоматами на передовой. Конец. Цитата так заявила Ходоковский в интервью агентства «Ретрос», дав понять, что речь идет о просьбе направить 30 тысяч военных в дополнение к 10 тысячам, уже способным нести службу на линии фронта. Он приветствовал обращение представителя руководства партии «Единая Россия» направить оружие в сепаратистские регионы, но отметил, что для эксплуатации таких сложных, как он выразился, систем, «Также нужны специалисты. Я хотел бы видеть подразделения российских военных, которые могут использовать это оружие». Конец. Цитаты сказал он в интервью. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А теперь, венем, украинская армия проведет военное учение с 10 по 20 февраля. В этом заявил министр обороны Украины Резников, и учения станут ответом на российские военные маневры в Беларусь далеко от северной границы Украины. В интервью местному телеканалу Резников напомню, что украинские военные проводят учения постоянно, добавив, что 10 февраля начнется отработка применения беспилотников «Байрактар» и противотанковых ракетных установок «Явелин» и «НЛАВ», предоставленных Украине ее зарубежными партнерами. Западная сторона по-прежнему выражает опасение, что Москва планирует вторжение в Украину. На том фоне эксперты в США размышляют о встрече Владимира Путина и Си Цзяньпини. Судя по всему, Россия и Китай хоть как-то, но все-таки объединяются. И впервые с начала пандемии председатель КНР Си Цзяньпини встретился с лидером другого государства, и им стал именно Владимир Путин, который одним из первых подтвердил свой визит в Китай, несмотря на дипломатический бойкот игр с западными странами. Я думаю, что Пекин явно пытался послать сигнал о желании более тесных отношений с Россией, но в то же время обеспокоен конфликтом между Москвой и Западом, который будет иметь последствия для Китая. Особенно после предупреждений США, что если Китай попытается помочь России обходить санкции, то и в отношении самого Китая может быть введен санкционный режим. Я думаю, что это была попытка продемонстрировать поддержку, не предпринимая конкретных шагов, которые были бы необратимы. Даже экономическое соглашение, газовое соглашение на 30 лет, это просто повод что-то совместно подписать двум лидерам, потому что Китай в любом случае собирался покупать этот газ по ценам, установленным мировыми рынками. Это не было какой-то особенной сделкой, какая есть у Беларуси. Китай продемонстрировал поддержку России, но не зашел так далеко, чтобы рискнуть введением Америки санкций против Пекина. А Путину всегда приятно, когда лидер крупной державы готов говорить с ним, потому что не все это делают. Он хочет внимания, особенно учитывая особое положение России на Олимпийских играх. Это прекрасный повод для Путина выделиться среди всех остальных. Но опять же, насколько это полезно. Особенно, когда китайцы сказали Путину, что он не может привести делегацию в том размере, который предполагался, что она должна быть гораздо меньше. Это действительно унизительно для крупной ядерной державы. Так что я бы не рассматривал эту встречу как поворотный момент. Си и Путин – два диктатора, которые явно сотрудничают против демократии в мире. Китай поддерживает Россию в украинском вопросе и в заявлениях против расширения НАТО. Но расширение НАТО на самом деле связано с расширением защиты демократии, расширением защиты людей, но не попытка захватить мир. Это поддержка свободы слова, свободы религии, права голоса. Путин пытается быть мировым лидером крупной державы. По сути, он пытается вернуть Советский Союз и сферу влияния, которую Россия хочет расширить за счет пространства бывших советских республик, многие из которых стали демократиями. Путин хочет заявить о себе на мировой арене в качестве мирового лидера, хотя на самом деле экономика его страны примерно в 10 раз меньше китайской, так что он явно младший партнер Си Цзиньпиня. Так чего же хотят Владимир Путин и Си Цзиньпинь? Они выступили с заявлением о менталитете холодной войны Запада, о том, что их притесняют и они жертвы. Это шлуха. Что является сутью? У России насущная проблема – Украина. Увеличив вооруженные силы и возможность для вторжения, Россия столкнулась с сопротивлением со стороны США, европейских стран и НАТО. И Путин надеется заручиться поддержкой на случай, если он решит провести вторжение, или чтобы изобразить себя жертвой, если он не станет этого делать. Си Цзиньпинь озабочен ситуацией вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. Китай хотел бы сохранить Тайвань в дипломатической изоляции. Но в последние недели и месяцы появились признаки прорыва, когда тайванцы получили признание, например, Литвы, что взволновало Пекин. Китай также обеспокоен соглашением США, Великобритании и Австралии по подводным лодкам. Что Китай и Россия могут сделать, чтобы показать, что они противостоят Западу? Выдать совместное заявление? Но дело в том, что Китай не собирается вмешиваться в украинский вопрос, потому что Китай не вмешивается в потенциально горячие конфликты за пределами Азии. Слишком большие затраты. И Россия не собирается вмешиваться, по крайней мере, активно в спор о Тайване. Но что может произойти, если украинский вопрос дойдет до резолюции Совета безопасности ООН? То Китай поддержит Россию или попытается ограничить любые действия? И, конечно, Россия, если когда-либо будут предприниматься попытки признать Тайвань через ООН, поддержит Китай. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. На те времена два ведущих голоса по Латинской Америке в Конгрессе внесли законопроект, призванный стимулировать более тесное сотрудничество Соединенных Штатов Америки с регионом в области безопасности и противостоять тому, что они считают растущим и злонамеренным влиянием Китая и России. Старший республиканец Комитета Сената по разведке Марко Рубио и председатель Комитета Сената по международным отношениям Боб Миненденс представили проект «Законы о стратегии области безопасности в западном полушарии». Так он называется вперед и наружеский язык. Закон о проект направлен на противодействие вредоносному и злонамеренному влиянию Китая и России Латинской Америки. Утверждает, что дестабилизирующее влияние авторитарных правительств в Пекине и в Москве создает уникальные риски для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и для благосостояния всего региона. В случае принятия закона госсекретарь Соединенных Штатов Америки министр обороны должны будут в течение 180 дней совместно представить стратегию по усилению дипломатической работы и расширению помощи области безопасности в западном полушарии, в которой будет затрагиваться целый ряд проблем от контрабмата наркотиков до транснациональной преступности. Конкретные шаги предусмотрены документом, включая увеличение числа военных учений со странами-партнерами и усилие по расширению их возможностей по проведению спасательных операций в случае стихийных бедствий. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в траке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск Последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Администрации сразу пяти американских штатов уже объявили о намерении смягчить ограничения из-за пандемии коронавируса по обязательному ношению медицинских масок в зависимости от снижения уровня заболеваемости. Ковиды, например, в Нью-Джерси теперь отменяют ношение масок в школах. В штате Делавер с 11 февраля отменяется обязательное ношение масок в помещениях. А Орегон тоже собирается отменить требования ношения масок в общественных местах не позднее 31 марта, но есть некоторые условия. По данным Управления здравоохранения штата Орегон, к концу марта ученые-медики прогнозируют, что уровень госпитализации с COVID-19 будет в районе 400 или менее человек. Это соответствует тому уровню, который был в штате до появления омикрона. Требования о ношении масок в школах будут отменены 31 марта. По закону, штат Орегона не может продлить временное правило, требующее ношение масок в помещениях. Срок его действия стекает 8 февраля. Теперь ОХА представит новое временное правило о масках. Я цитирую. Доказательства, полученные в Орегоне и по всей стране, очевидны. Маски спасают жизни, замедляя распространение COVID-19. Конец цитаты. Сказал доктор Дин Сайделенгер, государственный санитарный врач и эпидемиолог штата Орегона. На концу марта мы должны увидеть снижение числа госпитализаций, вызванных COVID-19, потому что многие жители Орегона носят маски и предпринимают другие шаги для защиты себя и друг друга. Например, делают прививки или даже вакцинируют своих детей. И в этот момент будет безопаснее отменить требования к маскам. Конец цитаты сказал доктор, государственный санитарный врач. Орегона и Вашингтона. Два из девяти штатов Америки, в которых по состоянию на прошлую неделю сохранились требования по использованию масок в помещениях. По данным ООО «Эч Эй», за последнюю неделю среднее число новых диагностированных случаев заболеваний в Орегоне становилось примерно на 40%. В то же время число госпитализаций, которые являются отстающим показателем, остается на уровне более тысячи человек в день. И по состоянию на эту неделю, общее количество госпитализаций с COVID-19 за 7 дней в штате Орегон занялось еще на 1%. Госпитализировано 1072 человека с COVID-19 по штату Орегон. И согласно текущим моделям, число госпитализации достигнет пика 1169 человек, а затем должно пойти на спад в течение февраля и марта. Председатели штата Орегон заявили, что они рассматривают возможность отмены общего требования о применении масок в помещениях раньше 31 марта, если госпитализация снизится до уровня прогнозируемого к концу марта раньше, чем это ожидалось. Губернатор штата Коннектикута высказал также за отмену масочного режима, однако оставил принятие этого решения на усмотрение местных властей. Администрация Калифорнии, самого густонаселенного штата страны, перестанет требовать от людей носить маски в помещениях уже со следующей недели, но пока оставляет в силе их обязательное ношение в школах. Власти штата Нью-Йорк также изучают возможность отмены масочного режима в школах, однако пока не готовы это сделать в связи с недостаточными темпами вакцина среди детей. Что касается Пенсильвании, то она пока молчит. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Криминальная хроника власти задержали 39-летнего Аарона Кристофора Келли, который в понедельник открыл стрельбу в продуктовом магазине в штате Вашингтон. Убив человека и раняв еще одного, этот инцидент случился в магазине Фред Мэра в Ричлинде. И, по словам полиции, подозреваемый в прошлом имел уже контакты с правоохранительными органами. Келли доставили в тюрьму округа Бентон по обвинению в убийстве первой степени и в покушении на убийство первой степени, так говорится, в заявлении полиции Ричлинда. Мужчину задержали на Интерстеде 90 между Спрагом и Спукейном. Более чем в 100 милях от Ричлинда. Об этом сообщила местная полиция. Он был арестован без происшествия, так указано в коммунике. Полиция идентифицировала убитого как 38-летнего Джастина Крамбаха. Еще один пострадавший был госпитализирован. Выживший пострадавший в настоящее время находится в критическом состоянии и продолжает лечение в районной больнице. Конец цитата, так сообщили в полиции еще поздно вечером в панельник. Что же все-таки произошло? Диспетчеры получили звонок с сообщением о криках и возможных выстрелах в магазине Фред Майер. Первые офицеры прибыли всего буквально через одну минуту. Начальник полиции Ричлинда Бриджит Клэрри сказала, что прибывшие полицейские обнаружили двух пострадавших в магазине в непосредственной близости друг к другу. И хотя были предприняты меры по спасению жизни, один из них, увы, умер. Другой пострадавший, это сотрудник магазина, был достанен в больницу под ревами и погибшие общались до стрельбы. Так, согласно видеозаписям из магазина, просмотренным местной полиции. Полиция не знает, о чем вообще был этот разговор и не знает, знакомы ли эти два человека были друг к другу. По словам полиции, погибший не был сотрудником магазина. Представители компании Фред Майера написали три раза, что они глубоко опечалены и сотрудничают с правоохранительными органами. Я отстаю, вся семья Фред Майер своими мыслями, молитвами выражает поддержку всем пострадавшим людям и семьям в это очень трудное время. И мы начали оказывать консультационные услуги нашим сотрудникам. Конец. Это так, как говорится, в заявлении. Напомню, что город Ричленд находится примерно в двухстах милек к юго-востоку от Сеатла. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Еще две тревожные новости поступили к нам из штата Орегон, из города Грэшем, буквально на границе с Портлендом. Ну, во-первых, попытка ограбления банка случилась утром 8 февраля. В районе Ист-Пауэлл и Саут-Ист-Робертс два человека проникли в банк и заявили, что у них есть бомба. Потом они исчезли. Позже сообщалось о том, что все-таки один из них был грабитель, а другой случайный. Полиция очень быстро среагировала на вызов и прибыла незамедлительно. И при этом никого в банке не обнаружила, кроме сотрудников банка. А также в Грэшеме на Саут-Ист-183 и Пауэлл женщина, вооруженная огромным ножом, пугала людей на автобусные остановки, угрожая их всех зарезать. Чем-то все закончилось не сообщать, но, очевидно, ее уже нейтрализовали. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Продолжаем выпуск последних известий экономические новости. Авиакомпания Frontier и Spirit объявили о слиянии 7 февраля и в результате которого будет создана гигантская сверхбюджетная авиакомпания. Этот шаг объединяет двух сверхбюджетных авиаперевозчиков, которые имеют дополняющие друг друга парки и маршрутные сети. Если слияние все-таки одобрят, оно создает ультра-дешевый гигант, который будет доминировать в этом сегменте рынка в Соединенных Штатах Америки. И в объявлении, сделанном 7 февраля, было дано мало подробностей о составе новой авиакомпании. И в том числе о том, будут ли Frontier и Spirit продолжать существовать как отдельные бренды, объединяться под одним из существующих брендов или все-таки объединяться под новой авиакомпанией, под новым брендом. Генеральный директор Spirit Тед Кристи заявил о своем выступлении, что название объединенной компании и местонахождение штаб-квартиры будут раскрыты, как он и выразился, в свое время. Конец цитаты. Ожидается, что Frontier и ее материнская компания Indigo Partners, занимающаяся частными инвестициями, будет играть ведущую роль в управлении компанией. Авиакомпании заявили, что держатели акции Frontier будут владеть примерно 51,5% объединенной авиакомпании, а Spirit будет владеть 48,5% после закрытия сделки. Акции Spirit выросли более чем на 17% после объявления об этой сделке, завершившись на уровне 25,46, то есть 25,46 долларов, в время как акции Frontier разрешили день на 12,82 долларов, поднявшись на 3,5%. Обе авиакомпании представили слияние как победа для всех пострадавших, включая клиентов. Я уверен, что сегодняшнее объявление изменит отрасль до неузнаваемости на благо потребителей, акционеров, а также членов команд, таких как Spirit или Frontier. Конец цитата. Так сказал Билл Франки, председатель управления Frontier и управляющий партнером Indigo Partners. Во время презентации для инвесторов, которая прошла 7 февраля, эта сделка поднимет нас с 8 по величине объявления места в Соединенных Америке на 5, что позволяет нам стать более эффективной альтернативой большой четверки, среди прочего. Конец цитаты. Так торжественно объявил Кристи. Если объединить это с нашим большим масштабом и нашими низкими тарифами, мы станем еще лучшим вариантом для потребителей по всем нашим необъятным. Так добавил он. По данным агентств, в 2021 году Frontier занимала около 2% рынка коммерческих авиаперевозок в Соединенных Америке, в то время как Spirit принадлежала около 3% рынка. Объединенная авиакомпания будет обслуживать более 145 направлений по более чем 600 беспосадочным маршрутам через Соединенных Америк, Латинскую Америку и Карибский регион. Объединенная авиакомпания также сможет добиться успеха в городах, из которых наши компании ранее ушли, такие как Джексон, штат Миссисипи, а также расширятся в новые небольшие города, такие как Юджин, штат Орегон. Конец цитата. Так сказал Кристи. Объединив ресурсы и скоординировав свое расписание, особенно в городах, где авиакомпании пересекаются, авиакомпания после слияния сможет использовать эффективное планирование и высокую загрузку для обеспечения сверхнизких затрат. Конец цитата, так давал он. Хотя авиакомпании работают на одних и тех же рынках, только 519 из них, из 2832 маршрутов пересекаются или в 18%, так по данным агентств. По словам Кристи, авиационные флоты также поможут авиакомпаниям оправиться от операционных сбоев, с чем лукост перевозчики сталкиваются сейчас во время пандемии. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Всех удивило заявление Марка Цукерберга. Компания Мэтта предупредила, что вскоре может оказаться, что Facebook и Instagram не будут работать в Европе, и может оказаться, что она не сможет передавать данные между Европой и Соединенными Штатами Америки. И поэтому решит закрыть Facebook и Instagram в Европе и больше вообще не работать на европейском континенте, сообщает The Independent. Предупредение появилось в рамках годового отчета Мэтта, поданного в Комиссию по ценам бумагам и биржам Соединенства Америки, в котором излагается текущая ситуация в бизнесе, включая любые угрозы, с которыми он может столкнуться в ближайшем будущем. В отчете сказано, что на операциях компании особенно распространяются правила о том, как данные могут передаваться или обрабатываться между разными странами и регионами, а также между разными продуктами, и в нем отмечается, что любые новые правила, ограничивающие эту передачу, могут привести к значительным изменениям в работе. И одним из таких изменений являются ограничения на privacy shield, то есть структуру, на которой компания исторически полагалась для передачи данных пользователей между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Эта структура была признана недействительной в июле 2020 года. Мэтта также опирается на другую систему, называемую стандартными договорными условиями или SCC, которая также регулирует такую передачу, но также подвергается критике стороны регулирующих органов и экспертов по правовым вопросам. В 2014 году ирландская комиссия по защите данных постановила, что такие соглашения не соответствуют европейскому общему регламенту защиты данных, и поэтому такие передачи должны быть приостановлены. Это заставило компанию предположить, что если в окончательном решении не будет введена новая структура для передачи данных между двумя регионами, то Мэтта может быть вынуждена закрыть свои приложения в Европе. Уэлл-стрит надеется на рост в эмотехно-секторе. Посмотрим, насколько это удастся ему. Сегодня мы балансируем около нуля на всех площадках. Инвесторы пытались продолжить тот рост на рынках, который мы наблюдали в конце предыдущей недели, когда S&P 500 достиг своей лучшей недели с начала года. Но, тем не менее, сегодня рост этот несколько замедлился. Видимо, рынки и инвесторы ожидают информации о росте инфляции в Соединенных Штатах. Эта информация должна поступить в середине недели. И, как ожидается, инфляция составит около 7,2%. Впрочем, на рынок она повлияет только в том случае, если будет сильно отличаться от этой цифры, или в положительную, или в отрицательную сторону. Сегодня акции Peloton выросли на 20%. И не потому, что Peloton достиг какого-то успеха. Дело в том, что две компании Amazon и Nike сообщили о возможной намерении покупать эту компанию. Нужно сказать, что инвестиционная компания Blackwells Capital недавно предположила, что Peloton нужно продать или сменить генерального директора после серии неудач в этой компании, которая производит оборудование для домашнего фитнеса. Акции Spotify сегодня продолжили падение и упали на 3,6%. Продолжается скандал с подкастом Джо Рогана. Сегодня руководитель, гендиректор Spotify сказал, что Джо Роган действительно использовал ненормативную, неприличную лексику, в особенности в отношении расовых меньшинств. Но, тем не менее, его подкаст останется на платформе. При том, что многие известные музыканты в США уже объявили Spotify-байкот. Акции Spirit Airlines подскочили сегодня на 15% после того, как было объявлено о ее слиянии с Frontier Airlines. Эти два лоукостера теперь образуют пятую по величине в США авиакомпанию. Сумма сделки составит 6,6 миллиардов долларов. Как будет называться новая компания, неизвестно. Возможно, Frontier Spirit, что будет означать дух пионеров. Но, нужно сказать, что чем больше авиакомпаний сливается, тем меньше выбора у летающей публики. А значит, возможно, будут расти и цены на билеты. Акции Ford сегодня снова тоже упали. Это было связано с тем, что Ford объявил о приостановке производства целой серии автомобилей. Таких, как Ford Bronco, Explorer, Ford F-150, Ranger и электрокроссовет Ford Mustang. Замедление производства этих автомобилей происходит из-за недостатка, из-за глобальной нехватки микрочипов. Эта беда, которая преследует автопроизводителей, продолжается вот уже практически второй год. Ну вот, отвратил шоу-бизнес, в смысле, господи, Уолл-стрита, к тем, кто стремится к достижениям не ради денег. О ситуации на Олимпийских играх стартовали зимние игры в Пекине. Позади уже три дня соревнований и, безусловно, первые золотые медали в разных видах спорта. Первыми громкими неудачами, в том числе у фаворитов. На протяжении всего уикенда за главными событиями Олимпиады следил мой коллега Рафаэль Исааков. Раф, приветствую. Мы еще поговорим сегодня. У меня вообще ощущение, наверное, как после Токио. Что? Олимпиада? Какая Олимпиада? Рассказывай. Да, ковид тоже вносит свои коррективы, но ты любишь горные лыжи, как несколько еще человек из нашей редакции. Так вот, горнолыжники соревновались эти три дня при почти 20-градусном морозе в горном районе Янцин, который принимает соревнования в так называемом верхнем или горном кластере. Уже даже были первые переносы соревнований, о них чуть позже. Действительно долго запрягает этот разбор на США, как и в Пхенчане, 4 года назад. Пока без побед, но с тремя серебряными медалями за первые три дня. Несколько золотых медалей, на которые в команде явно рассчитывали, ускользнули. Двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шифрин сошла с дистанции в гигантском слаломе, допустив ошибку в начале спуска. Впрочем, она планирует принять участие чуть ли не в шести видах горнолыжной программы, игр. Так что еще будут шансы. Драма в соревнованиях у мужчин в скоростном спуске, которые переносились на сложнейшей пекинской трассе, которая получила название «Скала», помешал сильный ветер. Ветерстарт несколько раз переносили, но затем стало понятно, что ветер не утихнет до конца святого дня, и его перенесли на следующий день. В итоге не обошлось и без травм, а чемпионом стал швейцарец Беат Фойц. Серебро удивительным образом выиграл 41-летний француз Жоан Кларе, который стал самым возрастным призером в истории среди горнолыжников. А первую американскую медаль в итоге принесла сноубордиста Джулия Марино в дисциплине «Слоуп Стайл», уступившая только Зои Садовский Синод, золото которой для Новой Зеландии стало первым за все время участия этой страны в зимних играх. Так что вот такая еще история творится. Еще одно серебро у фристаллистской сборной США Джейлен Кауф, ставшей второй в дисциплине «Могул», 25-летняя уроженка Вайоминга, которая, что примечательно, живет сейчас в Солд-Лейк-Сити, олимпийской столице 2002 года, где ровно 20 лет назад проходила зимняя Олимпиада. И вот что она написала в Твиттере сразу после своего успеха. Это было что-то невероятное. Я о чем-то подобном и мечтать не могла. Получала удовольствие от каждого проезда по трассе. Я оставила на ней все силы. Очень счастлива, что мне удались действительно сильные попытки. И счастлива, что завоевала олимпийскую медаль. Не менее драматично развивались события в командном первенстве среди фигуристов. Это относительно новая дисциплина, которая дебютировала в Сочи в 2014-м. И в которой важно иметь сбалансированный состав во всех видах программы. Так вот, поначалу лидерство захватила американская сборная. Когда соревнования среди мужчин выиграл лидер команды и главный фаворит игр Нейтан Чен. Но все изменил прокат россиянки Камилы Валиевой в женских соревнованиях. Которые она убедительно выиграла. Сначала в короткой программе, а затем и поставив точку в произвольной. Кроме того, 15-летняя Валиева, первой в истории Олимпиад, среди женщин удачно выполнила четверной прыжок и даже дважды. Сборная США в итоге стала второй. Третьи японские фигуристы. Это золото стало уже вторым для команды Олимпийского комитета России. Которая, напомню, из-за санкций по следам допингового скандала выступает все еще без национального флага и гимна. Первое золото завоевал лыжник Александр Большунов. Который на дистанции 30 километров в скеатлоне опередил с большим преимуществом всех соперников, включая именитых норвежцев, оказавшихся за пределами призовой тройки. А также финна Ива Нисканина, ставшего третьим, и другого россиянина Дениса Спецова, взявшего серебро. И что уже стало во многом привычным для спортсменов из России на пресс-конференциях, чемпион Игорь Большунов не обошелся без вопроса на тему допинга. Олимпийским чемпионом просто так не становится, и на протяжении последних лет я это доказываю в каждой гонке и показываю всегда достойные результаты. Также борюсь всегда до конца. И что касается допинга, то когда я слышу эти слова, то для меня... Ну, меня реально немного выворачивает то, что я не приемлю это. И когда я слышу эти слова, то я просто даже не хочу это слушать, потому что это что-то для меня несопоставимое со спортом. Потому что здесь находятся чистые спортсмены, которые постоянно сдают допинг-тест. Ну и сейчас я хочу, предложаю посмотреть на таблицу игр за эти три дня, медальную таблицу. И там, что интересно, лидируют шведы, сборная Швеции, у которой три золотые медали и три, собственно, в общей сложности. У Олимпийского комитета России две золотые медали и семь в общей сложности. Сборная США пока на 14-м низком месте для себя довольно-таки. Но это, опять же, только начало. Три медали в общей сложности, и все они серебряные. Так что гонка за золотом продолжается. Надеемся, что все-таки мы как-то с 14-го места перейдем куда-то поближе. Ну, если не на 4-е, то, по крайней мере, хотя бы на 2-е. Я думаю, что мы даже и на 1-е. Посмотрим, как будут развиваться события на Олимпиаде в Пекине. А пока я напомню вам, что в выпуске последних известий «Приимтайм Америка» была использована информация агентства «Редрес», «Сочи-Ат-Пресс», «Агентство Франс-Пресс», «Си-НННВС Филадельфия», «Си-Би-Си-Нью-Йорк», «Фокс-Орегон», «Си-Би-Си-Кэн-Ди-Си-Волл-Сервис», «Интерфакс», «Голос Америки», «Фиродаджест», «РТВА» и «Мониторинговые службы радиоцентра» и «Медиа-центра Славик Февели». Нам осталось лишь поговорить о погоде. Что касается погоды, то зима чуть-чуть, ну, по крайней мере, чуть-чуть, судя по всему, отступает и в Филадельфии, в штате Пенсильвания, и в Порт-Метроэре, тем более в северо-западе. Но, тем не менее, по-прежнему холодно по ночам, и столбики будут проваливаться в некоторой ночи на этой неделе, где-то за 27-28 градусов по Фаренгейту, днем где-то будет в районе 50 и даже чуть больше. И, внимание, к уикенду и в Филадельфии, в штате Пенсильвания, и в Порт-Метроэре, или на северо-западе, будет одинаковый прорыв. Правда, в Порт-Метроэре будет гораздо теплее. В субботу, возможно, что в Филадельфии будет почти 60 градусов по Фаренгейту днем. Такой будет резкий рывок вверх, такой очень и очень резкий, потому что по ночам в Рижне будет очень и очень морозно. Что касается Порт-Метроэре, то рывок будет уже где-то ближе к пятнице. И, возможно, что столбик тюрьмов прогреются, поднимутся за 60 вполне. Где-то, может быть, даже 63-64. Правда, это будет продолжаться где-то не так долго, примерно до понедельника, когда резко вдруг станет намного прохладнее. И примерно так же будет и в Филадельфии. Всех вам благ и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!